Скобелевская, дом 10. А это значит, что мы находимся в одном из районов Москвы Бутова, где 14 апреля стартовала история этого сюжета. Ребята, всем привет! Те, кто пользуется каршерингом, абсолютно любым, вот сейчас присаживайтесь поудобнее. Особенно молодежь, которая только-только получает права и думает, о, каршеринг, как это здорово! Те, кто думают, продам-ка свою машину, ведь всегда можно взять каршеринг, каршеринг, каршеринг. 7 лет человек ездил и пользовался каршерингом, бед не знал, а потом написал мне с желанием придать огласке его ситуацию. Он зритель нашего канала, он акционер нашего канала, ровно так я называю всех тех, кто на него подписан. И когда он мне расписал всю ту историю, которую мы сегодня детально с фактами расскажем вам, я офигел. У нее уже есть конец, но у нее еще будет продолжение. Поэтому, без промедлений, присаживайтесь поудобнее, слушайте внимательно. Сейчас мы вам все в деталях расскажем и восстановим все события. И вы будете знать, к чему может вас привести аренда автомобиля. А вот теперь знакомьтесь, Антон, 30 лет человеку. Антох, насколько я знаю, ты, можешь сказать, начал пользоваться каршерингом, когда он еще был прям в самом-самом моменте зарождения, когда появлялись самые первые конторы. 7 лет ты им уже пропользовался, у тебя личного автомобиля нет как раз по такой причине, что в принципе не было в нем необходимости, задумывался, но покупать так и не стал. И все как обычно происходило, вот он райончик. Ты здесь что, после работы или как? Вот расскажи вот эту историю, как ты здесь вообще оказался и забрал его? Я еду на работу на машине на каршеринге, это очень удобно, утром нету пробок, я доезжаю на работу быстро, не пользуюсь общественным транспортом. А с работы еду уже на метро, в ближайших станциях я беру машину и за 10 минут я добираюсь от своего района до ЖК уже. Еду там на метро и вот я вижу по пути следования какие-то ближайшие машины около метро, ее бронирую, выхожу уже типа на станции, там на Ушаково, либо на Скобелевске, неважно. И еду уже там 10 минут, не пользуюсь автобусами и маршрутками. Вот 14 апреля произошла, собственно, наша с тобой история, ты выходишь на Скобелевское вот от этого места, где мы стоим, сколько до станции метро пешком идти? Минут 5. 5 минут, ты забронировал автомобиль, приходишь сюда, и он тебя стоит уже ждет. И он стоит меня ждет, да. И вот мы решили для вас прям по-живому воссоздать ситуацию. 14 числа ты выходишь из метро, выходишь, вот этот двор, и где-то здесь вот точно так же стоит каршеринговая машина от Дели Мобиль, значит, внимание, мы ни в коем случае там не ставим палки в колеса Дели Мобиль, мы просто показываем живую ситуацию, как это произошло, например, конкретно с этой компанией. То же самое теоретически может произойти абсолютно с любым каршерингом, копирует, ставить. Поэтому здесь больше наматывайте себе на ус, что произошло и чем кончилось дело. От этой точки до дома, куда мы переместимся, сколько ехать? 13 минут. 13 минут, в деньгах это? По абонементу там 78 рублей. Вот. А если заказывают такси, например, или автобусом, это долго? Да, но автобусом это как бы не так комфортно, а такси... Мне как бы даже нравится именно управлять, ездить, драйв и... Антох, рассказывай, приходишь, ты строит машина, насколько я знаю, вот здесь начинаются все детали. Машину, по крайней мере, когда я им когда-то там пользовался немножко, сегодня я расскажу, почему я больше никак вообще не пользуюсь каршерингом, из-за чего. Его нужно отфотографировать. Ты это делаешь? Да, безусловно. Если я вижу какие-то повреждения, я осматриваю, например, там ни бито, ни крашено. Если никаких, типа, видимых повреждений нет, я не фотографирую. В этом нет необходимости. И также 14 апреля я осмотрел автомобиль, она была как новая, помытая, в идеальном состоянии. Я ее не фотографировал, типа, спокойно сел, как обычно, уже на протяжении, там, 7 лет ежедневно и поехал. А вот здесь мы сейчас с вами сделаем следующее перемещение. Мы садимся в наш автомобиль и едем на ту самую точку, куда приехал тык. И дальше мы вам расскажем, покажем камеры видеонаблюдения, что происходило, покажем письма, которые писал ему Делимобиль, коллекторские агентства, как они обращались, что они ему рассказывали, что ему, собственно, компания сказала. В общем, ребята, самое интересное начинается только сейчас. На самом деле, про каршеринг сегодня можно снимать отдельный документальный фильм, где показать 10, 20, а то и 50 людей, которые столкнулись с необычными ситуациями и требованиями со стороны компаний. У некоторых пользователей каршеринга происходили такие ситуации, когда с карты списывается штраф за повреждения автомобиля, которые не были нанесены во время поездки. Доказывать невиновность приходится через суд, что очень затратно и по деньгам, и по времени. И вот здесь я вам зарыл полезную информацию. Так вот, одна из российских компаний нашла решение этой проблемы. Они разрабатывают нейросеть для каршеринга, которая позволит оценить характер и степень повреждений, а также рассчитать стоимость ремонта по фотографиям. Четыре до поездки, четыре после. Это отличное подтверждение тому, что нейросети все больше внедряются в нашу повседневную жизнь, в совершенно разных ее проявлениях. И вы поймите, что нейросети сейчас буквально повсюду. Они как раз помогают вам подобрать сериал, который вы захотите посмотреть вечером. Те самые рекомендации, которые встречают вас. Нейросети делают музыкальные подборки. Даже Face ID работает с помощью нейросетей. Поэтому зарплаты таких специалистов в России довольно-таки высокие. 250-300 тысяч рублей. Собственно, именно поэтому я и рекомендую вам обратить ваше внимание на проверенный курс по Data Science от онлайн-школы Skill Factory. За все время программу прошли уже более 6 тысяч человек. Эта онлайн-школа специально создавалась для обучения IT-профессиям. Ее средняя оценка 4,7, которую подтверждают все те студенты, которые прошли там обучение на независимых площадках. Ставят оценки и пишут свои отзывы. Очень важно понимать, что программа четко структурирована. И можно быстро найти все необходимые материалы, не выискивая часами нужную информацию в книгах и поисковиках. В этом курсе нет сухой теории. 80% всего курса составляет практика. Поэтому все полученные данные сразу же закрепляются на практике. А к концу программы у вас уже будет портфолио из реальных кейсов от работодателей. И более того, учиться можно в удобное для вас время и самостоятельно регулировать вашу нагрузку. А в карьерном центре вам найдут работу уже в процессе обучения. Внимание! Лучших студентов лично рекомендуют по накопленной базе работодателей. Главное – это знание. Внимание, ребята! Главное – это обучение, чтобы вы умели выполнять поставленные перед вами задачи. Поэтому, если вы тоже любите работать с данными и вам интересна эта профессия, смело записывайтесь на курс от Skill Factory прямо сейчас по ссылочке в описании. Специально для вас по промокоду «Машков Дмитрий» вы получите скидку в 45%. Получаете новые знания, применяете их на практике, меняете ваши профессии, зарабатываете денежки и счастливыми глазами смотрите в светлое будущее. Тем временем мы уже в пути, забили по навигатору ровно тот маршрут, по которому двигался ты. И пока мы едем, Антох, расскажи, в чем ты видишь плюсы каршеринга? Вот мы сейчас с тобой начинаем разговаривать, ты говоришь, что машина новая, дорогая. Вот расскажи свои мнения. Если вам не нужно ездить там за город и очень много времени в день ездить на собственной машине, то плюсы очевидны. То есть утром и сработает приехать на каршеринге одно удовольствие. Когда рассматриваем вопрос покупки собственной машины, то, во-первых, нужно сразу отдать кучу денег, влезть, если нет возможности, в кредит. Потом встают вопросы о шиномонтаже, о страховке, обслуживании и так далее. Хранение автомобилей. Да, хранение, на парковку 5 тысяч нужно отдавать у нас за парковочное место. Мы въезжаем в жилой комплекс. Значит, запомните, пожалуйста, все мои уважаемые автомобилисты, вот в подобных жилых районах скорость, вот по правилам дорожного движения не выше 20. Я вам просто настоятельно рекомендую 10, а то и еще меньше просто ползти. В силу того, что полно машин и здесь огромное количество проживает семей с детьми. Вариант, что сейчас выбежат где-то прямо сейчас в моменте собака, кошечка, ребенок маленький на самокате, он просто на изи, как говорится. Здесь опасность на каждом шагу, поэтому те, кто проносится, вы идиоты, самые натуральные. Нужно ехать максимально внимательно, ни в каких-нибудь телефончиках сидеть. Так, я вот сейчас на права. Ты такой на каршеринге, да, уже почти домой приехал, у тебя здесь евро-двушка, живешь ты один, такой думаю, сейчас поужинаем, да? Да. На бочок, там что, на диванчик завалишься? Поужинаем, и мы там делами это буду заниматься. Посмотреть, поработать по своим делам. Таким образом, 13 минут в пути, и ты приезжаешь сюда, здесь твой райончик, мы снимали, подчеркиваем. Значит, смотри, ты запарковал автомобиль тогда где-то вот в прогале между Рено и тем Хюндайом, вот как раз в той точке. Да, совершенно верно. Поставил машину, закончил аренду, вышел, не фотографировал, потому что ничего, спокойно приехал, да, внимание, спокойно приехал, люди скажут, что сам виноват, не сфотографировал. В 17.33 я паркую машину вот в этом месте, иду по своим делам. И мне позвонили уже в полвосьмого где-то из отдела ДТП о том, что меня подозревают в совершении ДТП со скрытием. Я удивился, я говорю, я удивлен, никакого ДТП не было, я это отрицаю. Первый звонок, он был достаточно лояльный, говорили о презумпции невиновности, что мы будем разбираться, я говорю, давайте разбираться, я на связи, я никуда не убегаю, не скрываюсь. И они сказали, что тогда мы вызываем нашего представителя, он уже вызывает экипаж ДПС, и они будут эту аварию оформлять. Это был четверг. Четверг, то есть в преддверии пятницы такой прикольчик происходит. Да. Ты как бы волновался, не волновался, или там и сидит, да похуй. Я был удивлен сначала, и я не волновался из-за того, что я не виноват был, и я подумал, ну ладно, типа они там, они разберутся, решат, если что, я свои там показания дам, и как-то история вся эта закончится. Чтобы вас не запутать, и у вас была общая картина в нашу ясность, он приезжает и паркуется за этой Нивой цвета хаки, передними колесами он наезжает на полицейский, запарковался и ушел. Спустя время ему звонят с претензией на то, что ты врезался в эту Ниву, бросил машину и ушел, не вызывав ни ГАИ, не сообщив нам, поэтому ты виноват. А он говорит, что ни в кого я не врезался. В следующий день, да, я собираюсь на работу, я естественно смотрю на машины, чтобы арендовать последующее, утром спокойно выходить на работу, надели мобили, и вижу, что у меня аккаунт мой заблокирован. Я удивлен, вот, я звоню им сразу, говорю, а ребята, почему у меня аккаунт заблокирован, они говорят, что вы подозреваетесь в ДТП, со скрытием, и мы на этом основании вам его заблокировали. Я такой думаю, ну, их право, какие-то действия они начинают предпринимать, они начинают мне блокировать аккаунт, и я начинаю в этой ситуации уже разбираться сам. Я им запрашиваю, я звоню им, запрашиваю у них фотографии этого ущерба, этой машины. Они говорят, что мы ваш запрос зафиксировали, и мы вам ответим. Я отрабатываю свой рабочий день, как бы уже на каком-то нервике, тоже беру машину уже там Яндекса, от Скобелевской, еду тем же маршрутом до своего ЖК. И, там, запарковавшись немного ближе, я подхожу к этому месту, посмотреть вообще, что произошло. А вот пойдем сейчас по-живому, то есть покажи прямо вот на кадрах, плюс-минус хотя бы, мы не будем там через пусты. Мы там фотки еще скинем, там будет все видно. Где-то здесь, да, вот машина как раз стояла. Я запарковал прямо передними колесами ровно на вот этом-то лежачем. Так, и ты когда пришел сюда, ты нашел последствия реального ДТП, что были стекла, пластики, вот фонарей разбитых. Да. То есть что-то здесь реально происходило. Там фотографии Нивы сейчас будут, и я подхожу к этому месту, это Нива, она какая-то, ну она такая, типа нормальная Нива, охотничья рыбалоческая. Я подхожу к этой Ниве и вижу около ее бампера заднего какие-то разбитые осколки фары, какой-то пластик непонятный. Я понимаю, что да, это в этом месте что-то было. Первым делом я начинаю искать видеофиксацию этого всего. Я звоню в управляющую компанию, чтобы они мне посодействовали в оказании видеозаписей. Вот они говорят, что все запросы, это все предоставления, типа записи, они делаются по, типа, запросу МВД. Вот, в этот момент я звоню в 102 и вызываю сотрудников полиции, чтобы они приехали, я написал им заявление. Антоха, извини, я тебя перебью, я просто сделать хочу акцент. Это вот ключевое слово такое было, презумпция невиновности. Да, они говорили о нем. Это когда простыми словами не ты доказываешь, что ты не виноват, а они доказывают, что ты виноват. А ты сидишь, короче, и говоришь, да, было, не было. И юристы мне говорили об этом. А на деле получается так, что ты начинаешь бегать, и что меня больше всего удивляет, казалось бы, жилой комплекс, современный. Ты приходишь, говоришь в управляющую компанию, ребят, у меня тут такая ситуация произошла, меня тут нагнуть хотят, объединить в ДТП. Да, эти камеры? Не-не-не, только в присутствии сотрудника МВД. Да, сотрудника правоохранительственных органов. Хотя это происходит на общественной пространстве. Вот мы снимаем, имеем полное право, никто нам слова не скажет. Почему не дают, да, тоже вопрос. Ну, хорошо, двигаемся дальше. Ты вызываешь сотрудника. Я вызываю, типа, 102, типа, жду их прибытия в это время. И я думаю, у нас же кайт молодой, типа, живой, здесь много, типа, ребят, детей, там, молодых семей. Дай-ка я напишу в общий домовой чат, там, фотографии этого места с этим запросом, типа, соседи. Не видели ли вы 14 апреля, там, где-то это в пол шестого, как припарковалось это поло, или события после, которые, после которых у этого пола, типа, разбитая фара, бампер, там, радиатор и все остальное. И откликается один свидетель, говорит, что да, где-то это в 6, типа, 40, оттуда пыталась припарковаться, либо выехать какая-то девушка на каршеринге, и была авария. И через некоторое время еще один, типа, муж, там, свидетельница, скидывает, типа, сообщение, что моя жена, она выходила, типа, с ребенком из дома на прогулку, и услышала звук от аварии, увидела аварию, и увидела, что девушка, типа, выходила из каршеринга. И у тебя сохранилась даже эта аудиозапись, которую мы сейчас вам вставим, чтобы вы просто услышали. Сейчас девчонка молодая на каршеринге парковала, то ли Volkswagen не обратила внимания, вот, и это, и такой грохот, я испугалась, я думала, она сейчас в меня влетит, короче, разбила этот каршеринг, парковалась, и Ниву такую военную, такой звук был страшный, пипец. И 15 апреля, возвращаясь еще с работы на машине, я вижу, что от компании Тлемобили, мне выставлен счет на сумму, я сначала так, 10 тысяч, там, за ДТП, там, со скрытием. Страф официально. Я так смотрю еще, там был e-mail, и еще, типа, 20 тысяч за повреждение. Но я потом не увидел нолик, это было, типа, не 20 тысяч, а 206 тысяч, 500 рублей. Итого, 216 тысяч, 500, будь добр, ребята, внимание, 14-го числа в четверг происходит вот это, ДТП вечером, и на следующий день уже счет тебе, на, будь добр, плати. Когда ты им позвонил или написал, сказал, типа, что за крейн, тебе что сказали? Я позвонил, и сказали, ну, типа, ничего не сказали. У тебя же ответ есть, да, официально? Да, мы все предоставим, да, значит, как бы я еще запрашиваю у них там фотографии, и уже только вечером они мне ответят. Значит, я вызываю потом, после нахождения свидетелей, ППС, и пишу им заявление о содействии мне, предоставление видеозаписи с камер, типа, управляющей, там, компании. И они мне советуют, типа, чтобы дело, как бы, не залеживалось, типа, завтра, в субботу, 16-го апреля съездить в отдел МВД, к, типа, начальнику участковому, и, как бы, ему все это рассказать. И, кстати, на Ниве я, типа, на дворнике обнаруживаю определение возбуждения административного, типа, дела, факту, типа, ДТП. Что меня еще удивило, что от Дели Мобиль тебе пришел такой культурный, дружеский ответ на одно из писем, что, Антон, мы, там, разобрались, ты, виноват. Да, это уже вечером они меня отвечают по запросу. Плачу денег, ошибки нету, да? Как бы, все ок, можешь оплачивать счет. Да. И они команду отправляли на снятие денег, на тебе приходил запрос. Да. У тебя всего-то уж карта одежда. Естественно, и я, там, деньги на карте, на каршеринговской, там, где они мне привязаны, я не храню. У меня, там, я плачу, там, сугубо абонемент, там, поездки, штрафы и все. И у меня, там, ноль. И они пишут мне, типа, так как мы не смогли, типа, списать, типа, с вас деньги, мы отправляем, типа, ваш долг в коллекторскую фирму нашу. Вы вдумайтесь, ребята, вот это, вот это вообще, короче, не прошло еще и, можно сказать, полноценных суток. Как тебя уже признали, да, ну, по крайней мере, подозревают сильно виновным, скажем так правильно. Да. Тебя пытаются списать денег, денег нет, тебя тут же передают коллекторам. При этом, суда не было. Какой-то общей встречи с ГАИ, разбор полетов не было. Ничего не было, но ты уже должен 216 тысяч. Как вам такое? Здесь, да, ключевое, презумпция невиновности. Слышите звук? Мы тогда ролик назвали «Жизнь под авиатрассой», потому что прямо над нами постоянно пролетают самолеты. Здесь неподалеку аэропорт, как вы могли догадаться. И они садятся. Неплохо, да? Привык уже? Не слышишь, наверное, даже? Ну, я слышу, но приятный звук. Приятный. Очень хороший. Очень хороший. Собственно, вот у вас на кадрах камера видеонаблюдения, которая находится на школе. Собственно, благодаря этой камере тебя все это дело и спасло. Значит, друзья, мы ведем расследование и торопить события не будем. Именно поэтому все в деталях показываю. Вот, что он увидел на камерах видеонаблюдения. Обратите внимание, подходит девушка. Приходит, да? Она сейчас откроет автомобиль, спокойно в него сядет. Вот эту видеозапись он получал с боем, с бумагами из МВД, ГИБДД, чтобы дали возможность просмотреть кадры. Далее официально все у нас есть. Вот зафиксировано, как она села в автомобиль. Я немножко специально подрезал запись, чтобы не было ничего лишнего. Вот сейчас внимание. Пропаем. Смотрим. Бух! Очень неудобно машина стояла. Соответственно, зафиксировали, что она врезалась. Сдает она чуть-чуть назад. Уже так полукриво немного кидает автомобиль. Видно, что Нива пошатнулась. Собственно, Нива это машина отечественная. Поэтому на ней повреждения не так заметны. А у этого полика разбита фара, бампер. Все, в общем, посыпалось. Короче, посидев в автомобиле, немножко девушка ошалела от произошедшего. Выходит из автомобиля. Обратите внимание, что рядом полно народу. Никто не проявил гражданскую позицию. Не подошел и спросил. А все хорошо? Может быть, вам стало плохо? Она посмотрела, что машина ударена. Сначала в одну сторону пошла. Потом поняла, что ей надо идти в другую сторону. Сумочку на плечо. Спасибо большое. Каршеринг не понравился. Автомобиль желанием был не удовлетворен. Пойду дальше. Спасибо. До свидания. И ушла. 16 апреля. Идет суббота. Тебе уже 16 апреля еще и коллектор начали. Нет, еще не позвонили. Когда они тебе позвонили? Они позвонили мне 17 апреля. На следующий день. Через два дня после всего этого происшествия. И что тебе коллекторы сказали? Довольно по федеральному закону. Ну, давайте вы нибудь, так говоря, отвечайте. И так далее. Не находясь с вами. Ни насуда производства. Согласно федеральному закону статье 230. Компания имеет право о разношении персональных данных клиентов. Во сколько они берут автомобили. Соответственно, кто берет автомобили. После вас, после вас и так далее. Короче, ребята, Антон зафиксировал все ключевые разговоры как с коллекторами, так и с сотрудниками Дели Мобиля. Один там 9 минут, другой 11 минут. Я вам сейчас кратко расскажу всю суть. Когда он получил видеозапись и удостоверился, что есть девушка, которая действительно садилась в автомобиль после него и совершила это ДТП, он начал им задавать логичный вопрос. Скажите, пожалуйста, а после меня, когда я завершил аренду, кто-то автомобилем пользовался? И вот на этот вопрос, как он говорит, все увиливали. Сотрудники Дели Мобиля и коллекторского агентства все ссылались к одному, что персональные данные, закон, все мы защищены. Отвечай за себя, не лезь никуда. Мы из-за тебя никому ничего не скажем. Короче, факт в том, что ему никто не мог сказать, что да, после тебя был кто-то. Почему так не сделали? Вот это до сих пор на сегодняшний день остается большой тайной. Что это за девушка? Кто это такая? Вот в этом разобраться на сегодняшний день не могут, а нужно. Я решаю отправить им эти видеозаписи для рассмотрения. Они рассматривают. И когда там, наверное, в среду они отзваниваются, говорят, что мы провели эту проверку, извиняемся. Ваш аккаунт разблокирован, штрафы СВС отменены. Вот. И все. Вот так вот, давайте так вот, оп, и история закончилась. Но на самом деле заняло это все сколько, неделю? Около недели. Значит, повторюсь, у Антона все задокументировано. Все обращения были через полицию, все были обращения напрямую в Дели Мобиль, тоже сделаны официально. Это специально для тех, кто думает, что мы здесь в игры играем и придумаем различные истории. Этот сюжет можно было сделать на 45 минут, если в деталях вставлять все разговоры, все переписки. Этот сюжет можно было бы рассказать за 5 минут, но тогда бы возникали вопросы. Здесь много моментов опустили вниз. Что? Идет рабочее время, ему нужно заниматься своими вопросами. А вместо этого он катается, бегает по различным отделам, собирает справки, узнает куда, чего ему ехать. Компания навстречу не идет. Изначально культурно просили оплатить 216 тысяч, потом уже, говорят, в процессе общения далеко не культурное общение шло. Коллекторы, которые буквально через сутки начинают тебе звонить с требованием, давай оплачивай быстрее деньги, чего ты сидишь. Ну, понимаете, когда сам оказываешься в подобной ситуации, смотришь на это совсем по-другому. Значит, если кто-то из юристов знает, как можно эту ситуацию разрулить, повернуть в его сторону, вообще, если кому-то это интересно, контакт на Антона по ссылочке в описании, там электронная почта. Можете ему написать всю информацию, если это нужно, он вам может предоставить. А вот теперь представьте, что было бы, если бы это произошло на каком-то участке, где нету камер. Если бы он просто не мог бы подтвердить видеозаписью, что он запарковался, ушел и все ок, совершил, ТТП не он. Ну что, ты понервничал, побегать пришлось, понравилось? Очень, очень обхудел, нет, вообще не понравилось. Теперь я фотографирую эти машины и до, и после, и даже когда просто я их закрываю, я тоже на всякий случай их фотографирую. Короче, такие ситуации происходят на самом деле сплошь и рядом. Для объективности. Огромное количество людей, кто пользуется кошерингом, сами нарушают, и вы об этом прекрасно знаете, потому что все мы ездим по дорогам общего пользования и видим вот эти перестроения, видим, как люди паркуют автомобили. Безусловно, нарушители есть, которые обязаны отвечать, которые обязаны отвечать рублем и по закону. Но бывают ситуации, вот я вам даже оставлю ссылочку в описании на одну группу ВКонтакте, где люди делятся своими вот этими неразберихами в истории. И там огромное количество подобных историй. И разного рода, где человек обвиняют в том, ну как он, по крайней мере, говорит, что он этого не совершал. Поэтому почитайте просто на досуге, для того, чтобы вам было понятно. От себя могу сказать всем, как вот советую. Не поступайте, как Антон из серии, что 7 лет проездил, и поэтому можно не фотографировать. Вот есть формальность, но ее нужно выполнять. А еще лучше, помимо фотографий, включил телефон, по кругу обошел автомобиль, просто снял его на видео, и все. Удалить ты, как говорится, всегда успеешь. Ну вот так вот ты пришел домой, а ты потом раз, да, после этого отправил бы два видео, сказал бы, опа! Вопросов не было бы. И такой певца холодного, да, раз, с мясом, и все, и валяешься. И они как бы сразу отвалились. А тут презумпция невиновности, и вот бегай по разным отделам. Это подчеркиваю, ты еще молодой, а бывают люди, которые, ну... Нет желания, нет возможности. Желания, непонимания, которые, ну, ему помогать самому надо будет. Это надо его за ручку брать, с ним ходить. Вот нахрен это надо, вы вдумайтесь, это можно уж вляпаться по полной программе. Ты все эти вопросы решал в свое рабочее время. Кстати, если кто-то вот из юристов смотрит, вот подскажите, пожалуйста, с дельным советом, может быть, вы ему напишите в комментарии развернутые дайте. Ну что, нельзя написать иск из серии, что вот в день ты получаешь 10 тысяч рублей. Да, условно. 7 дней ты потратил, ну, будьте добры, рабочего времени, я на работе не был, 70 тысяч сюда. Точно так же юриста ты привлекал, например, ваши услуги стоят 100 тысяч рублей за ведение дела. Будь добр за юриста, заплати. Нервный срыв, ты волновался. Ну и что тебе сказал юрист? Я консультировался с своим там приятелем юристом, он мне ответил, что все время, которое я бегал этим занимался, они меня в этом не обязывали, и это была моя воля, и как бы с этого сыскать не получится. Это моральный ущерб в Российской Федерации, по практике это 10 тысяч рублей где-то максимум. Собственно, все. Шикарные условия, слушай, шикарные условия для ведения бизнеса. И они действовали все согласно, типа, договору. Короче, вот так вот, ребята, бывает. Поэтому имейте в виду, как я вам сказал, надо читать договор, надо почитать отзывы. Наверняка найдется огромное количество защитников каршеринга, которые скажут, вот ты виноват. Ну, отчасти будут правы, потому что были бы у тебя фотографии, как мы сказали бы, этого бы, наверное, диалога у тебя с ними бы и не произошло. Наверняка на этом не было. И это было, типа, необязательно эти фотографии делать. Ты сейчас убедился, что это было необязательно? Нет, а если бы это было бы обязательно, я бы не смог бы начать арендовать, не сделав эти фотографии. Ну, здорово. Но ты сейчас убедился, что это было тебе необязательно? Ну, это, конечно, нужно делать, потому что, чтобы не было этих ситуаций. Вот я тоже думал, что все хорошо, и я там идеально езжу, и никогда со мной таких ситуаций не происходит. но может не произойти тебя могут обвинить в этом короче я страшно в подведении всего итога вроде бы все хорошо слава богу ты от всего отбился но сегодня ты в мобильном приложении видишь что ты не можешь что сделать мы покажем там значит есть такой доступ у делимобиля к каске и там есть ачивки там если ошибаюсь чтобы тебе было там 20 летом два года стажа не быть виновником дтп и вот этой ачивки не быть виновником дтп у меня сейчас отсутствует я не звоню говорить ребят мы же вроде бы с вами разобрались потому что я не виновник они говорят нет проследование еще ведется и уже как вы нам принесете бумажку из органов что вы не виновник официально мы вам это восстановим короче еще дело двигается еще бегай носи доноси доказа презумпция невиновности ребята делайте выводы самостоятельно наматывайте на ус себе вот такие истории для того чтобы быть в дальнейшем более опытными грамотными тебе огромное спасибо что пригласил согласился рассказать об этом на камеру многие люди стесняются моя проблема останется при мне никто не должен знать что я вляпался вот благодаря таким людям как антон мы с вами становимся мудрее и повнимательнее подписывайтесь на канал подписывайтесь на все социальные сети которые ведутся в первом закрепленном комментарии и в описании не забывайте про спонсора выпуска этого сюжета он ждет вас по ссылочке в описании также у меня на этом сегодня все до новых встреч всем пока пока